Ты вот даже когда в туалет идешь, и идешь в туалет надолго, тебе не покидает ощущение, что ты летаешь в время зря. Можно было как-то быстрее все сделать. Почему напор такой маленький? Эта ситуация реально бесит. Les cordoniers sont toujours les plus manchusse. Привет, ребята. Сегодня мы в гостях у Барри Алибасова-младшего. Это сын Барри Алибасова, легендарнейшего человека. Я накануне интервью немножко погрузился в понимание, что с ним как. Вот мы сегодня с сыном. Сын похож, больше улыбчивый, визуально похож. Привет. Привет, Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что приехали. Первый вопрос, который возникает, это вот ты вырос в такой, я так думаю, достаточно гламурной среде. Ты формировался в гламурной среде. Мне интересно, какой ты, как вот эта среда, она на тебя повлияла. Каким ты помнишь детство? Знаешь, наверное, самый главный подарок, который мне отец сделал в жизни, это дал возможность вырасти в абсолютно нормальной пацанской дворовой семье. У меня мама с папой, наверное, пробыли в отношениях максимум полгода после моего дня рождения. После моего рождения это было в городе Саратове. И мама тогда, когда отец уезжал на гастроли постоянно, она ему как такому серьезному бизнесовому человеку, но от которого она родила ребенка, поставила ультиматум. Так, либо ты бросаешь свою группу на нас, свои гастроли, мотания, занимаешься семьей, либо все расходимся, и ты даже своего сына не увидишь. То есть она выгнала его. Ну как выгнала? Не то, что выгнала, поставила ультиматум, потому что у отца там своя квартира была, они даже вместе, как таковое, не жили в одном месте с одним бытом. То есть там стирание носков, вот такую историю у них даже не было. Он, естественно, сказал, что я уехал, окей, хорошо, сын вырастет, сам приедет. И вот так и получилось, что я 14 лет жил с мамой. В 14 лет, когда дети уже сами принимают решение, с кем жить из родителей, я, конечно, был очень обрадован тем, что отец, как только мне исполнилось в 14 лет, сразу сделал приглашение. И так получилось, что в Саратове я жил в очень бедном районе, в самостоятельно очень в бедных условиях. Не потому что отец не помогал. Отец всегда прислал, когда ездил в Штаты или по Европе, прислал самые крутые шмотки. Я всегда был самым модным, который постоянно бьют, отнимают у него кроссовки. Но по барабану, потому что у тебя там еще трое пара кроссовок. Команда ждет, когда ты оденешь что-то, да, абсолютно верно. Но при этом, при всем, отец прислал деньги много, но редко. Например, он мог прислать 600 или 700 долларов на год для начала 90-х, 600-700 долларов. Это космические деньги. Это, понятное дело, это на год, это примерно средний доход населения. Но мама у меня, женщина очень рассеянная, и когда она эти доллары меняла, постоянно ее то меняла и обворуют, то квартиру обворуют. В итоге, моя мама женщина очень гордая. И даже когда отец прислал денег на год, и она в первый же месяц там воровали квартиру, и что-то случилось еще, она не могла себе позволить позвонить ему и признаться, что деньги, отправленные на год, пропали, исчезли, и что-то случилось. И вот большую часть времени, конечно, где-то лет до 8-9, я, мама и бабушка существовали фактически только на пенсию бабушки. И если мне нужны были карманные расходы, я тырил яблоки на соседнем дачном участке, ну там этот самый был, белый налив, крутой, а у нас попсовый мальбагаевский, и продавал их на рынке. А как ты решил, как ты воспринял Москву в 14 лет? Меня Москва действительно свела с ума, потому что я приехал в Москву, воспитанный тремя женщинами, то есть до 14 лет, несмотря на вроде как суровые условия существования. Саратов – это глубокая провинция по сравнению с... Ну, деревня Глушь-Саратов, как писали великие, как писал великие. И вот, когда я приехал в Москву, я при этом, при всем был таким маменькиным сыночком, потому что меня воспитывала мама, бабушка и прабабушка. До 14 лет у меня был хоровод фрейлин фактически, который меня на руках носили, постоянно кушать, готовили, уроки за меня делали и так далее. То есть было кружено тремя женщинами, я попал, конечно, в жесткий город, где мне папа первым делом сказал, все, сынок, иди сходи за хлебом. И я помню этот поход за хлебом, вот ты выходишь, вокруг тебя эти дороги. Другое, все движуха. Все другое, движуха, люди стоят. И тебе сказали на хлеб, вот ты прямо направо, налево, направо, направо, налево, вот там будет магазин, вот тебе деньги. Как тебя в школе приняли? Сначала про за хлебом. Я три часа возвращался обратно, но мне папа сказал главную фразу, сынок, ты, скорее всего, заблудишься, но имей в виду, язык до Киева доведет. Вот тебе твой домашний адрес, пошел. И вот я три часа ходил за хлебом, поэтому Москва, конечно, произвела поразительное впечатление. Она заставила жить в пять раз быстрее, чем я жил в Саратове. Я до сих пор Москву ни на один город не променяю в мире, потому что только здесь есть такой кайф, когда ты в час ночи уезжаешь с работы, тебе может кто-то позвонить и сказать, ну что, мы сегодня встречаемся или перенесем на утро на пять? Нет, в Нью-Йорке такая же история, в Манхэттене точно такая же история. Почему ты как-то по-доброму? Это абсолютно нормально, в два ночи могут тебе позвонить, ну что, встречаемся, переносим, все нормально, ну давай на утро, часов на пять, ну да, давай. И когда ты находишься в таком режиме, конечно, ты крутишься в несколько раз быстрее, развиваешься в несколько раз быстрее. Я уезжаю обратно в Саратов, у меня эффективность в другом городе падает, ну, раза в три. То есть я позже встаю, медленнее работаю, медленнее хожу. Как тебе в школе приняли? В школе меня приняли очень хорошо. Ну, точнее, по-другому можно было ставить вопрос. Как я принял эту школу? Потому что отец, наверное, дал мне в жизни самое главное, он мне показал амплитуду. Потому что у меня друзья в Саратове, это были ребята, которые, сейчас это называется эко-эко-еда, тогда это называлось кушать тараканов, потому что жрать было нечего. И вот, ну, действительно, у меня многие соседи жили в катастрофических условиях. Вот, и я понял, что такое находиться на... Я, наверное, еще не понял, но, по крайней мере, рядом со мной жили люди, которые с точки зрения своего социального статуса упали, вот, когда падаешь на дно, еще проваливаешься ниже. Вот они находились примерно в этом состоянии. А когда я приехал в Москву, ровно наоборот, вот от этой золотой середины среднестатистического человека, все было ровно наоборот. Если я учился в одной из самых, там, крутых, саратовских, средних классических школ, но при этом, там, у нас... Это был по-другому. Был девятиклассник, который, там, с фенькой держал весь 11-й, 10-й, и битва школы на школу, там, продолжалась каждый день, то в Москве я попадаю в частное заведение, где отец платит 500 долларов в месяц, при том, что средний доход москвича был 250-300, была средняя зарплата, 2000-й год. Он мне платил 500, иногда даже 600 баксов за эту школу, я там... И меня окружали дети таких же олигархов-родителей. Но я там чувствовал себя самым крутым, потому что я туда пришел в 8-й класс. Прошедший сквозь огонь. И для меня все эти 11-ти классники, это, ну, просто был какой-то детский сад, который еще... А ты большой был? Ну, примерно, ну, да, я был достаточно крупного размера, но даже вопрос был в другом, что там, я жил там на полупансионе с понедельника по пятницу, ну, потому что естественного отца был самый треш-дон, и он все-таки позаботился о том, чтобы... Чтобы тебе не попадало... Не рано, не рано приходил... 14-ти, это все-таки, да, рановато для того, чтобы погружаться во все особенности шоу-бизнеса. Да, вот. И поэтому с понедельника по пятницу, находясь в школе, 11-ти классники переживали, что они не могут перелезть через забор и попить пиво, потому что им мама не разрешает. И, конечно, я... Ты говоришь, ребята, вот калинка, пойдемте, я вас угощу. Естественно. И поэтому после нормальной дворовой жизни, конечно, в Москве я почувствовал себя крутым. Мы незамедлительно тут с товарищами открыли боевую группировку, которая противодействовала скинхедам на Арбате. А здесь же тогда были серьезные раундовые движения, там, панки, металлисты, оккультисты, скинхеды, уайтсмоки, рэперы. У меня даже таких названий. То есть здесь была такая самая настоящая радуга абсолютно людей на вкус и цвет. Любая шлупонь вылазилась, как это называлось, и все. А так как тогда инонайцы ходили в широких штанах, это было в тот момент модно, это еще там заря рэперской культуры, когда еще не было ни касты, ни басты, только-только там появлялся Децл, основоположник, что он сделал для хип-хопа и так далее, мы многие ходили в штанах, а за это все били скинхеды. Скинхеды тогда били нерусских, и те, кто одеваются в одежду черных, типа там рэперская одежда была одежда черных, они постоянно снимали штаны со всех рэперов, отправляли их в трусах домой. А мы за них заступались и проходили рейдами нашего Матитакс-клана по Арбату каждый вечер. А утром я шел в свою премилигированную школу, изучать математику, этику и делать уроки под надзором воспитательницы. А в каком состоянии ты закончил школу? Что у тебя было? Я думаю, что тебе можно было ехать учиться туда-сюда, порядка было много. Когда заканчивал 10 класс, отец мне предложил шикарную историю. Не хочешь ли ты съездить в Штат и поработать? Вообще, сынок, вот. Съездить в Штат? Why not? Ты знаешь, почему это сделал? Ну, потому что ты поменял его уклад. И он, с одной стороны, не понимал, как подсознательно, что он не может тебя никуда деть, а с другой стороны, ты сильно менял карты, да? И вот эти вот какие-то командировки, отправки тебя, во-первых, он о тебе позаботился, во-вторых, он тебе сделал плюс, в-третьих, и здесь такой комплит-ли, получается, вот. Целостность получилась, и тот, и тот, и тот, и тот, и отовсюду. И волки целые, и овцы целые, и волки целые. Ну, действительно, в Штаты очень хотелось, причем там была шикарная возможность, реально заранавливали. Хочется, и катаясь. Конечно. Причем там жить можно было у его знакомой, у знакомой была еще красавица-дочка. Вот, ну, ты пожил, два месяца. Облизнулся, красавица-дочка, Америка, все. И тут мне карта и пошла, как Петька сказал, да. И здесь получилась очень странная история, потому что, на самом деле, я вернулся, и мы с отцом очень сильно поссорились. После чего, наверное, года три-четыре общались очень мало. Поссорились на какой причине? Дело в том, что отец все-таки, ему было тяжело выполнять такую... Отцовскую функцию? Отцовскую функцию в классическом ее виде, потому что он меня все-таки с года не воспитывал, он меня начал воспитывать с 14 лет, а до меня до этого доспитывали три женщины, я вообще не признавал, что такое высшая верховная власть в семье и так далее. Я все-таки был самый крутой. Я альфа-самец, ты как, ну, зачем ты, папа, права качаешь? В 14 лет меня взял, а сейчас ты меня тут типа раз за год и поменял, как я формировался. Поэтому отец понял очень простой момент. Я тебя буду управлять тобой деньгами. Бабах надо? Слушайся меня, выполняй. Подписал со мной договор даже на... То, что он мне выплачивал какие-то вещи, когда я его подснимал для программы Бредний Барри, по Рабату ходил. А что было в договоре? Что я обязуюсь учиться столько-то времени, работать столько-то времени, сохранять репутацию семьи в таком-то объеме, не совершая какие-то вещи, а он за это оплачивает мне обучение, предоставляет жилье и так далее. Все по-серьезному. Прямо трудовой договор. Моя церковь? Остался, он у него на сайте лежит. До тех пор его. Главная творческая гордость. Понятейка с сыном. Понятейка с сыном. Да, да, да. И все-таки главная ключевая вещь этой понятейки все-таки это ресурсы. Он говорит, сынок, хочешь сам себя воспитывай, хочешь служить и меня, я тебе буду платить за школу, ты будешь у меня жить, будешь кушать, я тебе какие-то деньги буду давать. Хочешь, welcome, Саратов, или хочешь в Москве как-то сам крутить, как тебе, Катя. И вот этот подход, с одной стороны, он у меня держал в узде до тех пор, пока не появилось нормальное количество собственного бабла. И вот, когда я приехал в Штаты, я там работал на трех работах. С утра я ездил пылесосильчиком на автомойку. Сколько лет ты был? Семнадцать. Шестнадцать или семнадцать? Да, шестнадцать. Ближе к семнадцать. С утра на автомойку дослужился до старшего пылесоса. Сколько там платили? Да, там платили что-то пять баксов в день немного. Но там еще можно было, если хорошо пылесосишь, по долгу, по два типсов получились. На типсах не очень, потому что все типсы собирали козлы-ватиращики. Вот ты пропылесосил, другой все помыл, а типсы... Ну, последний, да. Да, да, да. Последний. Первый раз ощутил предпринимательскую несправедливость. Потому что сложнее всего было нам, пылесосичкам, в салоне. А типсы были у последних. И последние ни с кем не делились. Они все типсы собирали себе, вытиралищики. В общем, такая мерзкая каста была. Так что у тебя было? Ну, суть в чем. Съездил в Америку, поработал, утром был на мойке, потом вечером шел работать барменом и официантом в русский ресторан, а ночью работал охранником, так как я все равно был здоровый. Там был один русский в Лос-Анджелесе, который боялся свой строящийся ресторан все стройматериалы оставлять без присмотра. И я там ночевал. Даже один раз, он прогнал двух грабителей. Хотя на меня владелец не поверил, решил, что я просто отбиваю. Пытаюсь придумать историю, чтобы отбить зарплату. А он платил неплохо. Он платил 50 баксов в ночь. И мы эти 50 баксов делили с моим товарищем напополам, потому что мы там вдвоем с ним ночевали. Но так или иначе, у меня получалось 30 баксов в день. Я возвращаюсь через 2 месяца в Москву. Ну, у меня штуки 2 долларов. При средней зарплате москвича, ну, 300, ну, 400. У меня штуки 2. Немеренный день. И тут, когда мне папа говорит, что мне надо идти в какую-то школу, иначе он в ней отключит там карманные расходы. Я уехал в Саратов. Вместо того, чтобы ходить в школу, весь Саратов все мои дворовые пацаны гуляли найти американские 2 штуки. Я считал, что на год-то хватит. Ну, вот хватило, наверное, на полмесяца. Вот именно месяц всех этих историй. И я возвращаюсь к отцу и говорю, папа, ну вот, слушай, бабки заходят. Прости, черт походу. Черт походу, да. Как бы мне в школу вернуться, к тебе пожить. А он говорит, нет, сынок, ты вот свой выбор сделал, поэтому раз не слушаешься меня, будь добр, понести всю ответственность за свое принятие решения. Так что смотри, у меня ты больше не живешь, я вот, ну, грубо говоря, за школу твою платить не буду. Есть там одна школа английская, можешь туда вот отправлять, там тебе мозги вправят, либо дуй обратно в Саратов. Между английской школой и Саратовом я подумал, подумал. Ты 3000 километров сделал предпочтение. Все-таки Лондон, думаю. Ладно, мы с тобой. Все-таки съезжу в Лондон. На самом деле, мне там шутка не понравилась, я прекрасно понимаю, как тяжело сейчас Чичваркину, Абрамовичу, всем нашим ребятам, потому что, вне зависимости от того, какой ты крутой, жить в чужой культуре, которая тебя никогда не примет как своего, каким бы богатым ты ни был, каким бы ты ни был успешным, ты все равно другой. И так как это все равно их мир, ты чувствуешь себя чужим. В гостях. В гостях, чужим, с утра до вечера, чужим, другим. Ну, в общем, некомфортно мне стало в Лондоне. Я все-таки в один момент оттуда взял, свалил и принял решение. Черт с ним, уеду из Лондона, в Саратов не вернусь, но как-то в Москве что-то разрулил, как-то устроюсь, как-то школу закончил. Потерялся между Лондоном и Саратовом. Да, да, да. И вот в Москву, когда я приехал, опять же, с подачей отца познакомился с одним человеком, который открывал высшее учебное заведение. Тогда существовал Московский экономико-социалистический институт, при котором сформировался новый вуз, очень классный, инновационный, потому что в 2000 году рынок образования был очень прикольный. Были вузы, которые торгуют дипломами, торгуют отсрочку от армии, военный билет и так далее. Которые торгуют корочками и отсрочками, и вузы, которые ничем не торгуют. Госвузы, которые открывают двери один раз в год, ты приходишь туда сдавать экзамен и так далее. То есть маркетинговой деятельности нет никакой. У ребят появилась фантастически креативная идея создать первое негосударственное учебное заведение, которое будет торговать не корочками и отсрочками, а настоящей образовательной услугой. Сделать первый в России вуз, где будет банковский сервис, привязанный к образовательной услуге. Тебе нальют чайку, водички, проконсультируют, проведут экскурсию. Клиентское отношение к абитуриенту. Этого не было ни у кого. Мне эта идея безумно понравилась, и мне, несмотря на то, что было всего 17 лет, в эту историю пригласили. Потому что специалистов на рынке по продаже образовательных услуг, высшего профессионального образования в 2000 году на постсоветском пространстве не было вообще как таковых. А у меня все-таки, несмотря на 17-летие, был опыт 4 года обучения в частной школе. А все-таки там, где ты платишь на 500 баксов в месяц, есть представление, как продавать образовательную услугу. И все мы, дети, в каждом классе в этом участвовали. И в собраниях, и в рекламных кампаниях, и в выездах, и постоянно. Ну, в общем, работали промоутерами нашей частной школы вовсю. В Англии еще круче. Там отец заплатил что-то, по-моему, тысяч 30 долларов за семестр моего обучения. Бешеные деньги. И там маркетинг был еще более на высочайшем уровне. И вот, несмотря на то, что мне было 17 лет, благодаря тому, что меня отец потаскал по навороченным учебным заведениям, у меня появилась вот эта клевая компетенция. Как можно продавать образовательную услугу? Этого никто в России делать не умел. И вот так я начал заниматься бизнесом и начал строить маркетинг в первом российском учебном заведении, которое... В 18 лет. В 18 лет. В 19 я уже был проректором по... Сейчас, заместителем проректора по развитию. Head of Head. Да, и вот пока ты... Все ребята у тебя на втором курсе, а ты уже фактически всех своих людей устроил, всех своих дворовых ребят устроил к себе фактически в университете. Сегодня этот университет называется «Синергия» самое крупное государственное учебное заведение на постсоветском пространстве. 57 тысяч человек там учатся. Скажи, вот, был ли у тебя доступ вот в этот промежуток времени, когда ты попал в Москву, к таким... там... Отец все равно общался в неком кругу. Не знаю, Пугачева лично, когда ты увидел, познакомился, или... Вот таких топов, столпов, скажем, советской культуры. Со столпами советской культуры я видел с его отца на кухне. Где нет? Потому что у него на кухне могли сидеть Жириновский и Немцов, Ампилов и Зюганов и Жириновский. И которые у него за столом вели, наконец-таки, честный, искренний диалог о том, в чем они согласны, о том, в чем они согласны. Как это повлияло на тебя? Я считаю, что у меня очень открытое сознание, очень открытое мышление. Потому что я встречаю очень много людей, у которых на любой вопрос есть либо так, либо так. А у меня на любой вопрос у меня сразу огромная палитра 1200 разных вариантов, как к этому можно отнестись, что с этим сделать. Это черта присуща, наверное, многим интересным личностям, которым удалось расти в полярной культуре. Вот для меня, наверное, два самых интересных таких человека. Это первый, забыл, как зовут парня, который придумал американский Napster. Первый фолай-омменник, который за три месяца похоронил всю американскую музыкальную культуру. 12 триллионов долларов схлопнули за три месяца благодаря тому, что паренек придумал, как качать музыку с компьютера другого человека, а не покупать диск. Там фактически. Но этот парень, у него мама хиппи, и он пять дней жил с мамой в трейлере, а она там жила с несколькими рок-звездами мужиками. И ты куривал траву, которую они выбрасывали. Я думаю, что они не выбрасывали, я думаю, что они сначала его всем угощали, и он был планаценным взрослым членом семьи. А отец у него был серьезный банкир, и учился он, если не ошибаюсь, не в стэм, в Кембридже. Вот кембриджский студент половину года, и хиппарь в вагончике другие половину года. Но мне кажется, что именно вот такой вот склад ума, когда ты видишь огромную разницу между тем, как может быть, что такое хорошо, что такое плохо, что такое черное, что такое белое, и так далее, это тебе дает возможность иметь гораздо большее поле для принятия решений. Мне кажется, это сегодня самое важное конкурентное преимущество любого человека, у кого поле решений больше, то он видит дальше какие-то разные варианты, вот скорее всего его решение и будет успешным. И вот то, что мне дал отец, мало того, что он мне дал возможность побыть в нищете, а после этого увидеть, что такое настоящая золотая молодежь, он мне еще показал абсолютно разных людей. Он мне показал, там были олигархи, которые приезжают на Мерседесах с охраной, там был Ампилов, который приезжает в тренингах, а после этого в обычной нормальной советской даче, несмотря на то, что он известен и многих всех остальных, готовит шашлычок в обычной советской семье. То есть на этой кухне я увидел, что такое хорошо, что такое плохо, что такое богатство, что такое зависть. Всю огромную палитру эмоций, которые люди постигают в течение жизни, я увидел у отца за два года на кухне. И это, конечно, просто как личность очень сильно обогатило, потому что после этого пропали все шаблоны, что можно вот так вот надо, а вот так не надо. Ты осознаешь, какой это актив сегодня для тебя? Это основной актив. Нет, ну вот так вот, совсем-совсем на подсознание. В первую очередь совсем-совсем на подсознании, потому что когда сейчас ко мне к самому приходят обучаться стартаперы, которых мы в наш менючер берем и которых начинаем каким-то образом раскручивать, мы в первую очередь работаем с их мозгом. Нам в принципе плевать на его идею, потому что она тысячу раз трансформируется за год, за два, за три, рынок тысячу раз трансформируется, а нам самое главное сделать так, чтобы у человека мозг разрастался каким-то образом. И мы вот сейчас видим, что то, насколько человек масштабно мыслит, масштабно не в формате у него высокие цели, там, я хочу полететь на Венеру или я хочу стоянных долларов, а насколько он, у него эта цель, она глубокая, насколько она вот широкая, насколько он способен расписать вензелями в своей голове этот путь, когда он еще находится на старте, у него нет ни копейки, ни продукта, ни одного клиента. Вот именно по такому масштабу мышления приводит сегодня к успеху в первую очередь статистически. А почему тебя назвали именем Монса? Мама. Мама очень любила папу. У меня тяжелая ситуация с мамой. Мама, после того, как я переехал к отцу, попала в психиатрическую клинику на этой почек и достаточно долгое время там пролежал. Потому что у меня мама фантастическая женщина. Фантастическая по двум причинам. Обычная жительница Саратова, которая умудрилась охомутать уже сверхпопулярного Баря Алибасова. Потому что у меня есть сестра в Запорожье, если не ошибаюсь, я недавно увидела, но пусть говорят, ей сейчас 45 лет. Фантастическая девчонка. Вроде где-то у отца внуки, наверняка, возможно, у отца еще где-то ездите. Но именно моя мама взяла великого Баря Алибасова за шкварник и сделала так, что он поставил свою фабирю в свидетельстве о рождении. Это, конечно, уже незаурядное, что-то должно быть было к этой женщине абсолютно незаурядное. Это первое из своих что-то она знала. Во-вторых, у нее после отца не было абсолютно никого. Вот когда получается я родился, маме-то всего сколько было? 23 года. Вот как она в 23 года с отцом зашлась, она даже за ручку не держалась ни с одним мужчиной после этого и всю свою жизнь после этого посвятила маленьковой Барри Алибасову. Пошел в этом отношении. Абсолютно верно. Ну, то есть, с одной стороны, обидно, потому что я, конечно, для мамы стал отцовской заменой. Она меня и назвала Барри Алибасову. Когда я рос, она мне оставила длинные волосы, такие же как были у отца в тот момент, когда я с ними познакомилась. Она как-то сублимировала всю свою любовь к отцу на взращивании меня. Но при этом, при всем, безусловно, вот жизнь здоров, вроде здоровенькие, с организмом в порядке. И, конечно, все, что, любовь, в которой она была, она мне отдала. Поэтому я, наверное, отец у меня гораздо более, я бы не сказал, толстокожий, но гораздо более циничный и рациональный. А вот романтизм у меня гораздо больше это вот от мамы. Скажи, а чувствовал ли ты обиду мамы на отца и как она трансформировалась в тебе? Я вот за это маму еще больше люблю и даже еще больше уважаю, потому что я уверен, что когда есть такие сильные эмоции, все-таки это показатель, когда у тебя после 23 лет в жизни нету ни одного мужчины, кроме того, с кем ты разошлась. Безусловно, и обиды, расстройства, она до сих пор после этого ни дня в жизни не проработала. То есть, она живет воспоминаниями о моем детстве, о 20 до сих пор. И я думал, что до конца жизни смыслом ее жизни останутся воспоминания этого времени и переживания этого времени. Но, несмотря на это, несмотря на эту травму, мне мама никогда за 14 лет, пока я здесь не жил, не сказала про отца ни одного плохого слова. И вот я сейчас смотрю на многие семьи, которые расходятся, и смотрю, что делают некоторые женщины. они делают катастрофу. Понятное дело, что когда, особенно в Восточной Европе, когда мужчина-женщина расходятся, ребенка, ну, априори, ребенок чаще остается с матерью, и мать, зляясь на отца, очень часто рассказывает, какой папа плохой. Папа нас бросил, папа... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Моя мама, несмотря на то, что ее рана, получается, была значительно глубже и жестче, ни разу не позволила себя об этом сказать. И несмотря на то, что они жили вместе, и даже не жили вместе, в отношениях находились в каких-то... Всего лишь полгода, я до 14 лет жил в понимании, что у меня любящий отец, которого любит меня, любит маму, да, с мамой легкие напряги, но у них все хорошо, у меня блистательный отец, которого любит вся страна, которого любит мама. Он просто в панагировке. У него такая жизнь. У успешных людей все время командировки. И это была для меня абсолютная норма, что я его вижу раз в год, раз в два в год. Ну, раз в два года. Абсолютно нормально, потому что не с чем было сравнить. Как вы помирились после этого? И как сейчас обстоят? Какие у тебя сейчас отношения? Когда начал заниматься бизнесом, когда мы начали заниматься развитием в университете Синергии, ну, две вещи произошло. Безусловно, я, получается, устроился в ВУЗ еще до того, как закончил школу. Поэтому, имея, получается, связи, возможности, понимание, как это делать в образовательной среде, я очень быстро себе экстерном закончил 11 класс, вот, ну, за месяц практически. Поступил в свое же учебное заведение открытое. И, так как у нас при нашем учебном заведении была общага, поселился у нас же в общаге. Стал комендантом? Не совсем комендантом. Нам поставили ВДВшника, который следил за нами и поднимал утром. Потому что, так как у нас коллектив был молодой, то есть у нас коллектив был, это ректор нашего университета Юрий Борисович Рубин, заслуженный, почетный работник высшего профессионального образования, автор первого в России учебника по бизнесу. Крутейший мужик, фантастически умный, но это был единственный фантастически умный, крутейший мужик во всей нашей команде, который выполнял роль ректора и вообще знал, что такой учебный процесс и так далее. Наш начальник, это был молодой парень, Вадим Лобов, которая сегодня является основным бенефициаром университета Синергия. Вадим Лобов, ему было 23 года. Он в свое время прошел школу в Долгане, то есть в свое время, когда Долгань набирал молодые кадры, у него там было несколько сумасшедших проектов по созданию бизнеса. Вот у него был старостой группы. И был я, который занимался маркетингом, которому 17 лет, который даже еще несовершеннолетний и при этом паспорта нету. Паспорт есть еще, Заграничного нету, да, абсолютно. Нет, заграничный был, но без разрешения на выезд. Не могу езжать. И в итоге вся команда собралась примерно такая же, 19-20 лет. Собрали очень талантливых ребят, но у нас была одна проблема, раздолбай период, потому что с 17 до 21, если ты вкусил после школы свободную жизнь студенчество, то пиши пропало. И вот, понимая, что мы все ребята умненькие, работоспособные, он нам решил возобновить ту историю, которую мы с ним делали Долгань, и посадить по нас на условия бизнес-армии. Нас всех раз заселили в общежитии, представили к нам ВДВшника, который нас будил по утрам в 5.50, мы обливались каждое утро в 5.50 холодной водой, били друг друга, занимались зарядкой, в 6.30 нас строили на этаже, мы уже должны были быть в выглаженных рубашках, в костюмах, начищенными ботинками, дисциплина. Ну, при этом мы были руководством, ты пойми, мы были не... Начальством. Начальством. Да, да, да. Хорошо, это записанный совет. Совет директоров. Да, 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 выстраивался. У нас проверяли вреднички, то есть постирали мы с вечера рубашку или не постирали. Если не постирали, то нас лишали зарплаты, там ставили минус или занесение там в личное дело, чтобы после этого уволить. И мы так работали два года. Два года выходной, каждое четвертое воскресенье. Все остальные дни с 5.50 утра построились, вышли в поля, в 11 вечера пришли обратно, построились, легли. То есть контролировались женщины, алкоголь, сигареты, все это было исключено и контролировалось на физическом уровне. Тебе тут некогда было ни женщину, ни пиво выпить, потому что все равно в 5.50 утра вставать. А еще нужно постирать рубашку и гладить ее на следующий день и так далее. Но так или иначе вот такая военная дисциплина, особенно в рынке, которого не существовало, потому что рынка продажи образовательных услуг не было. Либо продавали корочки, а образовательные услуги это было что-то такое нерыночное. Чем это вот, к чему это привело? Это привело к тому, что я через 3 года наконец-то доказал себе, что я что-то могу без папы. Потому что все-таки так или иначе живу сам. А такая задача стояла? Конечно, безусловно. Ведь я же очень сильно упал в грязь лицом, когда я понял, что 2 штуки баксов ушли за полмесяца. И единственный способ выжить в этой Москве, прийти к папе и сказать, пап, ну, прости. Прости, попутай. Потому что, несмотря на то, что я с отцом-то жил в 14 лет и физически от него зависел с 14, но даже до 14 со мной общались девочки, потому что я сын Барри Алибасова. Друзья появлялись, потому что я сын Барри Алибасова. Да что там греха таить? Мне морду били за то, что я сын Барри Алибасова. Красная линия. Естественно. И мне даже хотелось свредничать. Я когда вот в школе как-то косячил или хулиганил, чтобы меня отвели к директору за то, что я сделал, а не за то, что я сын Барри Алибасова. Мне очень хотелось приобрести каких-то собственных атрибутов. Найти эту свою аутентичность. Дефлорировать ее каким-то образом, вот эту привязку к отцу и так далее. Ну а сейчас? Вот через 3 года, когда я понял, ну ни хрена себе, мне 22, я в статусе проректора, у меня уже диплом, какой 20, мне 20, я в статусе проректора, у меня диплом о высшем образовании, у меня 160 человек в подчинении. Какие-то деньги уже? Уже серьезные деньги, потому что в 22 года у меня была зарплата полмульта уже, к этому моменту. Потому что мы за 3 года стали самым крупным ни разу с нуля, ни разу с нуля, ни разу до... ой, по тем временам. 30-й курс? Ну короче, да, это еще 30-й курс, но 1008 долларов есть. У тебя, у саратовского пацана 8 тысяч долларов, средняя зарплата москвича была 500 долларов. Вот у меня было 8 тысяч долларов, которые я зарабатывал. Все было очень круто, и на этом моменте я наконец-то понял, что я теперь могу общаться с отцом, но не как на равных, но по крайней мере, что с пониманием, что я отдельно от отца что-то из себя представляю. И у нас с ним началась притирка, я начал к нему опять ездить в гости. Я его как минимум начал слушать, потому что до этого все, что он мне рассказывал в одну уху, из другого уха вылетало, мне наоборот нужно было сделать ровно наоборот. А у тебя не было такого, что ты сознательно заходил в конфликт с ним на вот этой части конфликта? Я бессознательно не выходил из конфликта и с ним, потому что единственная задача красной линии сделать ровно наоборот, переплюнуть отца во всем. А скажи мне, ты вот второй линии, когда ты уже отдельно живешь, у тебя было ощущение, ты подсознательно совершал ошибки, вернее не ошибки, а поступки, похожие на него. Вот ты, если сейчас с высоты прожитых лет повернешь самому, да? Знаешь, я года три ржу уже на этой ситуации, потому что почему я ушел в высшее образование? Ну вот, где тот шоу-бизнес, где высшее образование, в Ус-Ульдерситете? Это что, полярные вещи там практически. Я ушел в высшее образование, потому что понял, как мне переплюнуть папу. Значит, папа это все баловство, шоу на сцене, а я пошел заниматься серьезными вещами. То есть, лет до 25 весь мой путь был направлен не куда-то, а от папы. Мне было без разницы, кем я стану в жизни, главное, стать кем-то в жизни в абсолютно другой области без отцовской помощи. Я даже с девочками начал общаться, как Борис Уродич. Вот, девочка, не было ощущения, кстати, не было желания поменять фамилию. Ну вот я и назывался Борис Уродич. Брал фамилию матери и под ней со всеми общался, потому что... Ник Ней. Ник Ней, да, Ник Ней, Боря. И вот в 27 я понимаю, что то, от чего я бежал, я ровно к тому и пришел. В 27 я сажусь и... Ну опять, мы с отцом посидели, он меня попросил помочь ему, он поверил в меня и в коем веке отец попросил о помощи в своем бизнесе, потому что увидел, что у нас там какие-то, получается, есть сильные, да. Мы пришли, как минимум, поставить ему отдел продаж, ну, посмотреть там, скрипты, что у него с сайтом, что говорит секретарь, учитываются ли клиенты вообще в его коллективе, в компании. И я когда пришел на работу и поработал у него буквально день навести порядок, я уже снулся. Я понял, что я уже седьмой год, какой седьмой? Десятый год, бегу от отца, занимаюсь своей деятельностью, а мы с ним живем в одном и том же формате. То есть я в этот момент уже открыл собственную компанию, которая занималась спикерами-практиками, то есть значит, задача была найти какого-то выдающегося сотрудника в топ-менеджменте какой-то компании, спродюсировать его до уровня какого-то спикера, придумать чего, сделать ему образовательную программу, там фактически, и сделать ему гастроли по России и на этом непосредственно зарабатывать. То есть в итоге у отца бизнес один в один, но только у него программа концертная, а у меня программа образовательная, но экселевский файлик одинаковый, когда там что, где свет, звук. У него гастроли райдеры, у меня гастроли райдеры, у него медиаплан продюсирования, у меня медиаплан продюсирования. И в итоге не сговариваясь абсолютно, через 10 лет я понимаю, что мы с отцом ну практически неотличимы. Я в 27 лет первый раз увидел его фотографию в 24. Даже полиция мне отмечить одно и то же лицо с одним и тем же выражением глаз, один и тот же график, один и тот же экселевский файлик. Я в конце с худеей симпатичнее. Я далек от шубина, худея, я тебе расскажу, как делать. Это правда, это дело на журнале. Согласен. Ну, в общем, пришло понимание, что то, от чего я бегу, я к тому же и прибежал. И вот, наверное, финальной точкой примирения стал тот момент, когда отец первый раз попросил о помощи. А это же все-таки серьезнейшее признание заслуг своего сына, что он там состоялся. И вот с этого момента мы с ним не разлили вода. У меня более близкого друга, чем отец, нет. Более надежного партнера, чем отец, нет. Более мудрого и советчика, и надежного источника знаний нет. Поэтому он для меня, наверное, главная опора в жизни. Но я ее наконец-то принял, начал слушать. Другой вопрос у тебя нет. Отцу сейчас со мной менее интересно? Потому что тогда он брал ответственность и наоборот старался в меня все впикнуть. А сейчас наоборот, у сына все хорошо, я свою задачу решил. И ему опять интереснее заниматься своей работой, группой на на, новыми проектами, сайтом, программированием. И все опять поменялось, что я отцу плачу гонорар, вывожу его на какое-то событие, сам еду вместе с ним для того, чтобы почаще с ним побыть в поезде и провести с ним большим людом. Знаешь, почему я так подробно расспрашиваю? У меня старшая дочь в 92-м году. Полтора года назад я практически по ее инициативе прекратилась наша община. Она убежала. Год назад она поменяла фамилию на девичью. И я в данном случае, знаешь, у меня какая-то развитие я пытаюсь моделировать дальнейшее поведение. Все будет хорошо. Я гарантирую, все будет хорошо. И она дико похожа на меня. она, вот это многие люди говорят, со стороны, что она все делает, то, что я, где-то показываю, активностями заниматься. Интересно. Интересно. ты знаешь, все говорят, как вы вместе вообще находитесь, потому что вы же абсолютно одинаковые. Они же тоже не бесят, больше всего же бесит тебя в других, то, что есть в самом себе. У меня даже отец, вот, люди смеются, когда отец меня критикует, и говорят, сынок, почему ты все время говоришь одно и то же разными словами? Разными словами одно и то же говоришь. То же самое пять раз повторяешь подряд. Сынок, ну не надо несколько раз говорить одно и то же. Ну люди понимают с первого раза, когда я там говоришь этот тезис. Зачем ты его говоришь несколько раз? И вот продолжает мне минут десять рассказывать, что я говорю одно и то же. Это вот последний из историй. Но мы с ним с этим смеялись и поняли очень простой рецепт. Ну первое, что я понял, все равно придешь к папе. Не придешь к папе, пока не отойдешь от отца. Мы с ним даже вот два года вообще, он от меня на два года отказался, потому что я там где-то в 22-23 так психозом, что там, не знаю, чуть не ударил по телевизору, там, ну прям устроил ему скандал дома, накричал на папу, оскорбил его, убежал, и он после этого со мной два года не общался. Казахская кровь. Но все равно через ночь, я пришел, все было нормально, как только он узнал, что я там где-то там заболел, простудился, сразу же там прислал какую-то побошницу, которая там навезла лекарств, все сдохло после этого. И чем больше было расставания, тем больше ты понимаешь, кто ты без отца, кто ты сам по себе, и тем больше ты понимаешь, что он самый родной, самый близкий человек и больше всего тебе нужен. Поэтому я думаю, что если сейчас у вас такие жесткие отношения, это верный знак того, что... Все идет сложно. Ну, во-первых, я сам человек сложный. И учитывая, мужиков-то чаще всего сядет к тем, кто на маму похож, а у меня мама в психиатрическую клинику так или иначе попала. Поэтому мне неинтересно было с обычными женщинами, с которыми можно выстраивать спокойную жизнь. Дурочки неинтересованы. Они должны быть как минимум сумасшедшие. То есть вот это вот обязательно должна быть водная. А там, учитывая, что и у меня там высокий темперамент, и я находил себе тоже достаточно девчонок темпераментных, у меня каждое отношение это был абсолютно новый там психологический экспириенс. В первом браке это была девушка, которая была моей сотрудницей, и при этом я у нее был первый мужчина. Это были такие отношения вот самые, что ни на есть, там канонические. Второй брак. Ну, в первых, я понял, что там я ревнивец, например, сделал выводы, что нельзя в отношении использовать чувство собственности. Нашел другие отношения. Это был первый мой официальный брак там со штампом, со всей историей. Она была эротической моделью, снималась в хастлере и так далее. И у нас были абсолютно свободные отношения. У нас были абсолютно свободные отношения. Все, что можно попробовать в мире в мире сексуальных развлечений. мы, соответственно, с первой женой попробовали абсолютно все. И это была вторая крайность. А здесь поподробнее. Ну, в общем, все, что сейчас придумывают зрители, это малая лишь часть. Вот что, я вот уже, да. Это вторая. Когда они идут, я возвращаюсь. В третьих отношениях я понял, что это тоже не очень хорошо. И, наверное, я козел. Потому что мне вторые отношения очень четко показали там все мои слабые стороны, как там семьянины. Я понял, там, в третью крайность ушел, что все, наверное, зависит от мужика. И если мужик ведет себя хорошо, без разницы, какая женщина рядом. Для того, чтобы проверить этот тест, нашел в себе третью жену. Вот вторую официальную. Нашел в себе специальную девушку, которая будет максимально истеричная, максимально придирчивая. Я ударил вторую жену, и вот это вот для меня была очень-очень-очень-очень глубокая травма, потому что я понял, что я профукиваю, вообще делаю неправильные вещи. Поэтому решил себе найти третью жену, которая будет сверх вообще вегерой, но при этом я буду абсолютно спокойным. Абсолютно спокойным. Удовольств? Да. Да. Третье отношение. Я после этого тренинг написал и стал вести еще, стал для знакомых, ну, узкого внутреннего круга вести практику семейной психологии, как там, что с ними делать, потому что ситуации были очень прикольные. Она там могла для того, чтобы вывести меня в состояние эмоционального. То есть у нее была главная задача в жизни, от чего она кайфовала, от чего она чувствовала, что она реализовывается. Смогла ли она мужчину вывести на эмоции или нет. Если смогла, ей мужчина становится неинтересен. Или она искала новых отношений. Если не смогла, она шла до тех, ну, шла до крайностей. А тут я стал упертым и не вывожусь. Я сейчас еду изменять там с 10 мужчинами и так далее. Сейчас вот тебе фотки отошлю. Вот первое. Да, хорошо, любимая. Приедешь там, расскажи, как все прошло, и пока работаю, вечером там тебе отзвонюсь. Ну, вот в каких-то других форматах. А видишь, Юра, что бывает? Юра из католической семьи, со Львова. Раньше разные были истории, но в итоге я из этих отношений вышел там таким сверху даму и понял, что, наверное, мне нужно теперь спокойное отношение. Нужен... У меня любовь, все ужасно, все плохо. Надо вот прагматично, чтобы там хороший секс, хорошая хозяйка, совпадение по целям, куда мы бежим, там по ценностям. И в принципе химия, эмоции, это удел крестьян, а не на мещанина. А аристократы царских кровей руководствуются более рассудком, более высоким. Порода. Да, да, да. Самый короткий был брак, 4 месяца всего. Как-то затянул. Да, да, да. Тяжело. Это в сезоне, какое-то было, межсезонье, весна, лето, зима. Да, да, да. Где-то между, где-то вот в этом миге между зимой и весной. Может, ты там витаминов не дай? Подумаю. В биохимическом, оказывается. Согласен, витамины кончились. До клубники и метатинол просто. Да, 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 да. Вот такие были четвертые отношения. Потом были отношения, разные истории были, но я в итоге понял, что я, наверное, только сейчас более-менее созрел к семье, не как к еще одному очередному экспириенсу, после которого ты напишешь тренинг, книжку, потому что, так или иначе, каждый новый брак, это был инструмент. Новая книга. Новая книга, да. Инструмент, так вот, инструмент личностного роста. И сейчас, наверное, стыдно в этом признаваться, там, своим... Стыдно признаваться перед прошлыми женщинами, что во многом наша любовь это была инструментом личностного развития. Девочки, это раскаяние. Это раскаяние. Барри Альбасова, младший, личностный роста. Я вам очень всем благодарен. Оля, Надя, Олеся, Алена, Лена, спасибо вам огромное за все, что вы для меня сделали. Потому что каждый новый бизнес, который у меня в жизни появлялся, каждый новый бизнес-иде, она рождалась на фоне крака каких-то личностных отношений. Потому что после каждого крака отношений я понимал огромный груз минусов, которые есть во мне как в человеке, во мне как в профессионале. И это, конечно, становилось новым плацдармом для бизнеса, который в 3-4 раза и по оборотам, и по масштабу. Интересно, чего? Спасибо. Слушай, что детей у тебя нет? Детей нет. Потому что во всех этих браках еще была вторая история. Москва приучила безумно оценить время. Безумно оценить время. Ты вот даже когда в туалет идешь и идешь в туалет надолго, тебе не покидает ощущение, что ты летаешь время зря. Можно было как-то быстрее все сделать. Почему напор такой маленький? Эта ситуация реально бесит. клизмами. Если где-то увеличить давление, куда-то где-то воткнуть в ухо, точки нажать, точки нажать. Заходишь в туалет, а там такая стоит за ней девушка и начинает демассировать затылок. Да-да-да-давай-давай-давай быстрее. Спасибо, молодец. Работала функция. Я позвал быстро сегодня. И вот с этой историей скорости наверное очень боюсь терять время пустое, потому что папу переплюнуть надо, время не осталось. Мало, слушай, уже 30. 31! 31! Все, еще яхты нету, всемирно неизвестен. Папа рейтинги выше. Куда деваться? Он в 31, его уже вся страна знал. Ну вот получается с этой историей в Москве ты очень-очень-очень сильно ценишь время и к чему это я? к детям, я про детей. Да, к детям, к детям. Я когда увидел, что многие люди, многие пары, они расходятся через 10, через 15 лет, то есть они вот год, два, три побыли вместе, у них появился ребенок, и вот они живут ради ребенка, через 3-5 лет все равно разводятся, все плохо, ребенку плохо, что там родители разводятся, им плохо, что они уже 8 лет потеряли. и вот я понимаю, когда ты поссорился, мне уже тяжело, что я через 4 месяца поссорил, я 4 месяца потерял, ну не 4, 2, можно было при первой ссоре сразу убежать и все. Книжку написал. Не потерял, книжку написал. Абсолютно верно. Ну тренинг хотя бы, хотя бы статей. Может ты просто боишься дойти? Не совсем. То есть, ну вот действительно, галочка у меня есть, и опыт, вот так или иначе, когда я поработал с семейными парами, просто слушателем, у меня не профессиональный психолог, у меня нету медицинского образования, есть просто опыт интересных отношений и понимание, чем заканчиваются те или иные ситуации, статистика. Вот я обычно там с людьми делюсь. Есть понимание, что все-таки очень важно, чтобы семья была полной, даже не обязательно, чтобы мама и папа там может быть жили вместе, но по крайней мере, чтобы у ребенка с детства появлялось понимание, что такое отношения между мужчиной и женщиной уважительные, партнерские. Вот должно быть понимание у ребенка, когда у родителей, вне зависимости от их эмоциональной привязки, есть партнерские отношения, как минимум, в вопросе развития ребенка. И все, вот абсолютно все девчонки, которые мне приходили на консультации, у которых были серьезные заблуждения в их картине мира, как надо вести себя с мужчиной, что должен делать мужчина, что должны делать они. Отклонение, это значит, вот есть успешные пары, счастливые, а они что-то понимают не так, как те, у кого среднестатистически все хорошо. Они все жили в неполных семьях, воспитывала либо одна мама, либо мамой, там были разные отчимы и так далее. Но вот системы продолжительного партнерства у них непосредственно нет. У мужчин то же самое, которые родились в неполных семьях, им тяжело видеть отношения у папы и мамы, из-за этого умные к 35 годам все-таки понимают, что за женщина им нужна, понимают свои минусы, с кем-то они уживаются. А вот до 35, до 40, у них всегда идет череда неукраски. Романтик и падение после этих романтик, постоянно. Я очень не хочу, чтобы у моих детей была такая же судьба, поэтому я хочу, чтобы мои дети родились, если не от человека, с которым я проживу всю жизнь, то как минимум от человека, с которым я могу быть уверен в пожизненном партнерстве, как минимум в вопросе наших совместных детей. Это очень важно. И вторая история, которую я понял, что понять, могу ли я с этим человеком быть пожизненным партнером или не могу быть пожизненным партнером, до брака понять нереально, потому что вот этот вот штампик, вот это вот сожительство, вот эта вот бытовуха, она все равно вскрывает все тараканы. Вот я сейчас вижу многих девчонок, которые выходят замуж до брака. Да, любимый, конечно, у тебя такие шикарные друзья, конечно, конечно, хорошо, как только штамп попадается, у тебя возникает понимание собственности, тебя вели в долю, вот, тебе писали полбизнеса, 50%, и теперь, если ты разойдешься, все, 50% твои, так или иначе. И вот ты начинаешь качать права. И вот мне лучше сразу поставить штамп, я никогда не тянул, но у меня самый длинный период между знакомством и браком три месяца был. Самый длинный. И вот ты через три месяца ставишь быстрый каштаб, ну что такое штамп, я же не буду покупать недвижку, пока этот штамп стоит. Ну, у тебя все, все, у нас, если... было заранее, все мое, поэтому с точки зрения финансов, обезопасен. И вот лучше побыстрее в эти зал, я люблю побыстрее, познакомился, важно посмотреть, какой человек в постели, побыстрее, желательно, первый день. В первый день. В первый день. Если все понравилось и готов к второму, так лучше сразу в сожительство, сразу же. Переезжай, переезжай. Переезжай, да. Давай, сегодня идем взаимодействуем в ЗАГС, положим. Пожили, неделя, все нормально, хорошо, готовишь, вкусно. Носки стираешь, квартира чистая, друзьям комплименты делаешь, все о тебе хорошо отзываются, там, давай жениться. Давай жениться, быстро поженились. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Ну что, партнерство получается в процессе воспитания детей так, погоди, 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 и вот здесь ты уже принимаешь решение либо детей, либо пошел на этот быстрый второй круг. То есть ты в этом алгоритме пока все время по второму кругу идешь. Game over, game over, game over, game over, game over, game over, да, но тут была проблема в другом, наверное, просто все равно в брак заходил не столько ради детей и ради семьи, сколько ради секса, экспириенса, новых ощущений, новых эмоций. Ради развития личности, так или иначе. Поэтому я думаю, что вот пятые отношения, они будут, так как это мое любимое число, они наконец-то приведут к тому, о чем я рассказываю на семейной психологии. Я чуть поопытнее в этом вопросе, я тебе тоже могу многое рассказать. Сейчас перейдем к следующему вопросу. Вот ты себя позиционируешь как стартапер. Стартапер, отец стартаперов, вождь стартапера, президент стартапера, бог стартапера, заместитель бога. Стартапер у нас последний домер, есть бог стартапера. Расскажи мне о таких, это же конкуренты, наверное, бизнес-молодости. Что ты можешь сказать о ребятах с бизнес-молодости, как ты их воспринимаешь именно в сочетании, в своем статусе? Я очень уважаю Петю и Мишу. Я их безмирно уважаю, я у них тырю, я к ним прихожу консультироваться, и я считаю их людьми, у которых было бы глупо не подчеркнуть то, как они успеха добились. Я, наверное, себя называю стартапером, вождем стартапером, главным стартапером по одной простой причине, что твой гонорар в три раза выше, если ты в чем-то самый лучший. И когда я в 2009 году, ну, есть две причины, почему я этим занимаюсь. Первая причина очень простая. Когда мне нужно было вводить бизнес, я понял очень простую вещь, что мне, имея имя, фамилию Барри Алибасов, гораздо проще вкладываться не в бренд бизнеса, а в бренд собственной персоны, потому что там уже есть первоначальный капитал. Абсолютно. Тем более, мне уже было 26, я уже принял историю, что я не бегу от отца, я не Боря Уронич, окей, я Барри Алибасов. Так, если я Барри Алибасов, Абсолютно верно. А why not? Хули выёк. Слушай, хули выёк. Мы можем еще пару эпидем придумать. Why not? Not yet. Not yet, да. Already ready. Already ready. Ну, в общем, я понял, что если заниматься этим, все-таки, так как я уже 15 лет образованием к этому моменту позанимался, ну, 15-12, к этому моменту, кого-то называют балаболом, ну, грубо балаболом, иногда хуже, который ни хрена ничего не сделал и пришел к тому, чтобы учиться рассказывать о том, что он ни хрена не сделал. Это вот первая история, их основная масса. А второй, великий гуру, которому платят бешеные бабки лишь за то, чтобы поцеловать ручку у него сцены и подарить цветочек. То есть тебе подходит вторая? Тогда мне не подходила ни одна. Я понял, что я в принципе от отца передались гены, там, относительный артистизм, то есть, да, я могу выступать на сцене. Все-таки, годы в образовании так или иначе дали какие-то компетенции по упаковке образовательных продуктов и по преподаванию как таковому. Надо что-то с этим делать. Но я, когда начал смотреть, а что же отличает великого гуру от балабола? Понял, что ничего. Все мошенники! Идешь на тренинг к этому, идешь на тренинг к этому, найди, блин, два отличия. Все у друг друга передрали, но один стоит, там, не знаю, полмиллиона в день, другой бесплатно за еду приезжает. Содержание одинаковое, мало того, еще и ведут одинаково. Так почему же кто-то великий гуру, а кто-то балабол? И тут нашли нишу, в которой они стали номером один. Навесили себя герой пенбук. Глеб Архангельский взял из курса то ли у саентологов, то ли из курса по MBA тайм-менеджмент управления временем. Вывел в отдельную науку, сказал, я самый главный в этой новой науке и написал первую книжку тайм-драйв. Все, пожалуйста, вперед. Манн выступил на разогреве у Котлера. Котлер самый крутой маркетолог в мире, выступил на разогреве в России у самого крутого маркетолога мира, самый крутой маркетолог России. Гандапас ну уже публичное выступление номер один уже полременнее. Все привыкли. Уже все привыкли. За совокупностью научных публикаций. Да, да, да. Раньше была такая. Давали дохо. Вот, условно, в лидерство я думал занять его нишу публичных выступлений, но я понял, что у меня вариант только убить Гандапаса и то я буду конкурировать с его видеокурсами лет 10 ближайшим. Ну, не вариант. Когда видео уйдет. В итоге все ниши полностью заняты, податься непосредственно некуда. И вот в тот момент я познакомился с потрясающей женщиной Еленой Бочаровой, которая в Липецке начала двигать тему молодежное предпринимательство. Тогда еще не было БМа, тогда еще не одесса. Петя работал помощником Гандапаса. Да, да, да. Нет, на самом деле у Петя с Мишей фантастическая история успеха. Они поработали в трех самых успешных компаниях с яркими выжженными компетенциями и взяли все лучшее, собрали в одно и это появился продукт, который стал... Нет, они красавцы. Там вопросов нет. Ну, в общем, суть в чем. Она начала двигать тему молодежное предпринимательство. Выбила в Минэкономразвитии РФ программу на полтора ярда в течение семи лет. Ну, в течение семи лет последующих полтора ярда начали вливать в развитие молодежного предпринимательства. Я был главным подрядчиком, который развивал молодежное предпринимательство в стране и так далее. За полтора ярда можно поярче, конечно. Уже совсем по-другому. А мне на самом деле подсказал Саша Левитас историю, как вообще, почему молодежное предпринимательство и номер один там это круто. Потому что надо быть номером один. Но публичное лидерство занято Гандабасом, маркетинг занят Маном и там и там мог бы поконкурировать где-то даже считаю, что мой контент круче, все-таки маркетинг за плечами Авито, публичное выступление, ну, 10 лет на сцене. И все-таки Боря Алибасов так или иначе мог бы, но там они тайм-менеджмент, там у меня шикарное управление персоналом, управление временем, там система во, но там уже архангельские никуда не двинутся. И тут появляется Левитас и говорит, его представляет, точнее ведущий, я хочу вам представить номер один в мире по партизанскому маркетингу. Здесь минуточку, я по-подробнее нас записываю. Назовите номер два по партизанскому маркетингу в мире. Ков-пак. Ну, я понял одну простую вещь. Ты берешь популярное слово, добавляешь к нему прилагательное, которого еще никто не добавлял, называешься там номером один, и твой генерал в три раза выше фактически. И вот ты уже становишься в кругу великих гуру, потому что ты можешь сказать I'm the best и так далее. Поэтому я решил стать номером один в молодежном предпринимательстве. Эта тема зашла, потому что даже Петя с Мишей, называясь бизнес-молодость, для них молодежное предпринимательство это слишком мелко было. Они уже замахивались на номер один в современном бизнесе вообще как таковом. Молодость с точки зрения технологий. Ну да, приходят стартаперы, но у них не было позиционирования. Они сразу замахнулись на планку выше. А я себе просто взял маленькую нишу, на которой нафиг никому не нужна. Ну какой великий гуру будет себя называть номером один стартапчиков, молодежного предпринимательства, вождь нищебродов. Никому не надо. Но номер один шикарная штука, автоматически, если ты номер один в какой-то области и тебя как-то более-менее там восприняли и не удалили твой текст, когда ты о себе написал на 10 разных журналах и окей, да, пускай будет там. Проходит. Что там? Может, ищебродов, пускай будет там. И вот таким образом зарекомендовываешь себе первое место. Поэтому изначально это было решение исключительно маркетинговое, которое влияло на гонорар. Потому что если бы я свой бизнес развивал имя Барри Алибасов через широкий спектр, через продажи, маркетинг, стратегическое управление, я бы очень быстро стал балаболом. Потому что балабол тот, кто либо тот, у кого есть ярд, который его показывает, тот, у кого есть ярд, долларов за спиной, очень редко преподает. Особенно, очень редко, часто преподает как минимум. Либо нужно было получить галочку первенства в какой-то нише. Галочка была получена и автоматически попал как минимум во второй эшелон сразу же. То есть были там Гантапас, Радмила Лукич и так далее великие. И круг около великих. И вот ты из ниоткуда сразу попадаешь в кругу около великих. Да, да, да. Так или иначе нишевой лидер. Так или иначе нишевой лидер. Это было здорово и круто. А вторая история, так как я выбрал благодаря Лине Бочаровой вот эту нишу молодежное предпринимательство, был вот этот вот форум Селигер, на котором отдельно собирали так называемых смены молодых миллионеров, куда собирали самых успешных молодых предпринимателей. И естественно, кого молодым предпринимателям пригласить как не номер один в России. Абсолютно верно. Так и получилось, что меня сначала начали приглашать на эти мероприятия, а так как я, наверное, стал первооткрывателем образовательного шоу-бизнеса, то есть человек, который с одной стороны ведет лекцию, с другой стороны очень похож на концерт группы «Нана» со звуком, с притопыванием ножкой, с танцами. А они раньше с такими меховыми накладками. Так и получилось, что меня начали в эту историю привлекать. Я, получается, стал лицом вот этого самого молодежного предпринимательства в стране, а затем моя компания стала основным подрядчиком, который открывает в регионах бизнесы за вот эти выделенные полтора миллиарда государственных средств. И так получилось, что мне этот проект очень понравился, потому что там не было распила. Ну да, практически не было распила. По крайней мере, у нижних подрядчиков все может быть. Но изначально сверху посыл был такой, что вы реально должны эти деньги потратить нормально и отчитаться. Минэкономразвитие посчитало, что выгодно открыть нормальный, успешный, развивающийся бизнес с рабочими местами, которые будут платить налоги, потратить на это 100 тысяч рублей. Если мы потратим 100 тысяч рублей, и за 100 тысяч рублей появится внятный бизнес, и это в экономике отбивается за внятные 4-5 лет. И вот как строилась схема. Выделяется, например, бюджет на регионы, так называемое федеральное софинансирование. То есть регион, например, берет миллион рублей на создание новых бизнесов, и ему из федерального бюджета кидают 1 к 9, девятку. И вот регион на 10 миллионов рублей должен открыть соотношение 1 к 100. то есть на 10 миллионов рублей нужно открыть 100 бизнесов. Если ты 100 бизнесов нормальных, внятных, не просто отписок НННов, где ты показываешь сайт, продукты, деятельность, этот бизнес, налоги заплатил. То есть, если ты 100 таких бизнесов открыл, ты в Минеку интересен. Твой заработок заключается в том, если ты смогли открыть заплативник или за 60, тогда твоя компания на сленку заработала. И вот мы смогли довести стоимость открытия бизнеса, причем напрямую деньги выдавать бесполезно, а ты их сжигаешь. Необходимо вкладывать в образование, в нетворкинг, субсидировать тебе например какие-то вещи, купить тебе сайт, окей, проплатить за тебя налоги в течение первого месяца. Но ни в коем случае не давать живые деньги, а так или иначе организовать тебе среду, организовать тебе обучение и прикрыть какие-то твои стартовые минимальные расходы на косты, стартовый капитал, сайт, первая зарплата первого сотрудника, секретаря и так далее. И вот мы открыли, у нас получилось рекорд, я на этом много денег не заработал, реально много денег не заработал, потому что у нас средняя стоимость открытия бизнеса была 100 тысяч как раз и есть. Где-то мы попали, где-то мы наоборот в плюсе. Но получилось самое важное, то, что меня сегодня сделало, действительно одним из самых профессиональных специалистов по стартапу. У меня с 10-го года, с 9-го даже, по 17-й есть собственноручно открытые 15,5 тысяч бизнесов в 52 регионах России, которые я в течение 8 лет мониторил. И знаю, как они появились, какая у них бизнес-идея, какая у них история успеха, не просто на словах, а что они конкретно сделали, какую презентацию, как они подбирали персонал. И когда у тебя таких бизнесов 15,5 тысяч, сейчас поменьше уже, половина где-то из них подзакрылась, это неплохо. Когда за 7 лет половина стартапов выжила, это очень хороший показатель. И у меня есть четкое понимание, почему стартапы закрываются, почему открываются, потому что я на этом держу руку на пульсе каждый год. И несмотря на то, что эти стартапы открыл не я, у меня у самого, наверное, три известных стартапа. Первый, это университет Синергия, но это не мой стартап, я там был наемным директором по Мартингу, ну, таким пушером проекта, который все-таки я вывел. Второй, это ел.ру, дочерняя компания Авито, это главный конкурент Тугису по Москве и по Питеру, который вытеснил, ну, стал давным поисковиком по юрлицам. Это был вот второй стартап. Третий стартап, вот сейчас есть компания Альфа-Литса, которая специализируется на спикерах-практиках, на фрахтовке, ну, концертное место, бюро заказа спикеров-практически, там, фактически. Вот эти три стартапа, которыми я более-менее хвастаюсь, которые, ну, в своих нишах стали, как минимум, там, первые. Но при этом есть опыт 15,5 тысяч стартапов, куда ты лично свои деньги не проинвестировал, проинвестировал деньги государственные, но при этом сам ручками промониторил от момента бизнес-идеи человека до момента, когда он начал уже масштабировать свои, там, финансовые потоки, заработанные. Из-за этого в голове собрана самая клевая статистика, вот с кончиков пальцев собранная о том, что получается, в каких регионах, что приводит к успеху, что не приводит, потому что здесь уже даже интуитивно, когда через тебя происходят, проходят такие большие объемы данных, у тебя уже на уровне интуиции появляется понимание, что работает, что не работает. Что ты делаешь в Ютубе, ВКонтакте, ВФейсбуке, как ты используешь соцсети? Это сапожник без сапоги. Знаешь, как по-французски это звучит? Ли кордонье сонтужу, сонтужу, давай разучим, разучим это. Ли кордонье сонтужу, 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 people 해요 с сえて, ли кордонье это сапожник без сапожника. Ли кордонье сонтужу, ли кордонье сонтужу, ли плю мальшусы. Плю мальшусы. Да. спасибо молодец расскажу тебе про эту историю у меня просто появилась апатия к этой деятельности как таковая я все-таки ремесленник по жизни я не люблю управлять людьми то есть я людьми управляю от безысходности потому что хочешь управлять бизнесом хочешь зарабатывать деньги но ты никуда не уйдешь от того чтобы формировать команду и заниматься ее развитием одна из ключевых функций руководителя как ни крути это не любимое дело я всегда люблю делать работу сам и вот это привело к таким не очень хорошим обстоятельствам потому что ты можешь стать супер профессионалом в каком-то кунж тюке но при этом просрать какую-то большую стратегию в итоге в 2011 году мы делали стартап ел.ру это такой первый большой поисковик по юрлицам где есть настоящие живые отзывы о компании аналог американского ел по 2 ярда фактически это третий по моему портал по крупности после фейсбук вот мы начали делать в россии сходе с фондом контакт исходит в первую очередь желтые страницы теле 2 вот моя задача была взять компанию желтой страницы но все помнят желтые справочники большие из компании желтой страницы из бумажек сделать поисковик достаточно большой а при этом бюджет был достаточно маленький на продвижение на программирование и так далее ну программированный у меня был маркетинговый бюджет 1 миллион 200 тысяч рублей вместе это небольшой маркетинговый бюджет учитывая что задача была переплюнуть google и яндекс в области поиска по юрлицам что если ищут ооо ромашка или там ресторан белый кролик его искали на еле они на гугле и на яндекс и на это всего лям 200 ну то есть очень амбициозная задача но при этом у меня в команде были ребята которые создали проект авито изначально полностью с нуля а это самая профессиональная команда интернет-подвижение вообще на во всей восточной европе так или иначе если не вообще по всей европе в целом я не знаю европе более крутой править человек они еще стоит 760 миллионов долларов на капитализации последний раз кто в европе стоит больше 760 миллионов долларов за 5 стартапа какой европейский стартап не знаю и вот учитывая что у меня такие классные ребята появились они меня научили как делать интернет-маркетинг офигенно дешево я понял youtube я понял вконтакте понял appstore google play как продвигаются предложение как что получается в итоге мы довели с таким бюджетом ну то есть мы потратили порядка 15 миллионов рублей на маркетинг за год за год капитализация компании была оценена в 32 миллиона долларов в итоге мы с 15 миллионами рублей довели капитализацию до 32 миллионов долларов ее можно было сразу за 32 мульта продать за год с нуля практически и это был фантастический крутой опыт поэтому когда я обратно ушел в свой бизнес лирическое отступление когда мне нужно что-то изучить я всегда иду куда-то работать я понимаю что мне нужен интернет я прихожу в авито и говорю ребят возьмите меня на максимально высокую должность что-то меня ждет ничего сколько вам надо платить чтобы вы меня взяли на самую высокую должность для которой вот вообще можно и обычно еще и в итоге тебя берут как сверху мотивированного человека на результат но вот еще даже потом зарплату какую-то платят за то что ты снимаешь просто сливки с рынка и вот я вернулся обратно внедрять свой бизнес в контакте youtube я стал в россии на полгода самым крупным владельцем паблика вконтакте у меня было 213 паблика вконтакте на которых суммарно было 72 миллиона подписчиков то есть мне захотелось там рассказать о том что я проснулся я мог нажать на кнопочку и 72 миллиона человек автоматически могли увидеть этот ролик я написал обычно там был личный дом 18 плюс без катая жизни то ну вот все вот эти паблики больше чем юмор больше чем фото корпорация зла корпорация юмора и так далее все что было вконтакте я буквально за полгода стал мастером постов я знал какой хэштег нужно прописать что заголовочек вконтакте нужно капсить тогда его лучше читают если ты капс локом и через пробел делаешь дальше текст какая должна быть взаимосвязь новость для меня насколько ты какой фильтр лучше продвигает тот или иной тип контента так или иначе насколько как снять фотографию из под локтя там с телефона чтобы было круче чем на фотосессии я погрузился во все нюансы ведения пабликов 72 миллиона человек я думал что руперт лет ладно я уже переплюну не парня алимасова я уже задвину руперта мердека потому что тот монополизировал наружку я монополист все соответственно social media и пока я погружался как вести паблик случилось чудо или паблики стали на никому не нужны как инструментарий в целом ниша паблика вконтакте умерла и сейчас она конечно где-то трепыхается но это абсолютно не интересный не перспективный рекламный канал а я на это год своей профессиональной деятельности убил поэтому у меня сейчас ты за больную вещь спросил очень сильно за больную потому что я очень люблю у меня просто внутри сидит желание следить вообще за массами как они реагируют управление массовым сознанием это фантастически интересная штука очень интересная штука интересно прет торчу но для того чтобы применить навык управления массовым созданием social media сегодня это все сходится к тому что ты просто должен использовать правильные бизнес процессы алгоритмы и софт софтинку в первую очередь знать кто где там в запорожье в минске или там где-то еще запилил какую-то новую программу которая позволяет еще больше данных бесплатно вытаскивать кнопочка из социальной сети и вот у кого есть последняя софтинка и кто вовремя ее заряжает тот и круче и вот получается у тебя все массовое сознание сводится к тому чтобы пониманию какие кнопочки нажимать в новые софтинки и как и непосредственно прикручивать из-за этого стратегическое мышление но провисает поэтому с одной стороны мне очень хочется сейчас профессионально сделать свой инстаграм как вот я вот делал когда было семьдесят два миллиона подписчиков запустить youtube я слушал лишь русманов на ютюбе уже но вот уж мне пора тоже скинуть с себя эти банды что ж я бари алибасов то youtube свой не проведут в конце концов вы с востока вот но с другой стороны есть понимание что если я сейчас погружусь вот в модное я пропущу главное и поэтому сейчас управление компанией все-таки я стараюсь отдать все на аутсорс там своим же пускай воспитанникам которые сделать в 5-10 раз хуже может быть не сделают но все расконцентрироваться на каких-то более серьезных глобальных вещах потому что для меня теперь социальные сети это исключительно хобби общение с людьми хочешь снять с кем-то интервью вот с кем-то интересно пообщаться приди сними выложен youtube всем хорошо но ты больше даже кайфу лишь не от количества лайков от самого процесса вот этого производства я уже сказал что для меня супер в этом разговоре составляющая именно твой опыт общения с отцом через призму о чем речь о чем речь о чем речь я я больше тебе скажу что правило я во всех интерьеров своих я и чему-то учусь и для меня интересно вот вот именно вот это я ехал я понимал что ты младше меня там на 12-15 лет и и собственно из этого спасибо мне очень приятно что что спасибо огромное спасибо конечно тебе обещаю что через месяц когда ты приедешь я сейчас вешу 105 к следующему твоему приезду будет 95 если ты не приедешь дальше чем через смотри смотри все диеты это 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 зло это зло да потому что после двигаться занимайся спортом после диеты наступает другой момент конечно ты организм свой пугаешь да для того чтобы поменять себя надо поменять себя нельзя поменять себя на время да ты не можешь потом наступит обратная ряльца если ты не будешь если ты не будешь менять себя потом ты снова набираешь потом до снова страдаешь подходишь зеркалу решил я опять нажал надо поменять себя я типа могу сделать эту привычку только ты должен утвердиться в мысли ну что на самом деле нужно конечно на самом деле нужно я вот еще позавчера сказал что после послезавтра опять пойду в зал на самом деле история интересная на как кейс очень классно ляжет о том как набрал десятку за последний месяц хотя после этого по последним полгода был спортивный режим мы решили сделать я всю жизнь мечтал научиться боевым единоборствам там три месяца походил на бокс два месяца походил на кунг-фу там не знаю месяц на тайский походил но так знаешь кусочками нельзя сказать что что-то где-то профессионально и тут в июне прошлого года у нас появляется мулька когда мы делали синэджи глобал форум вот большое событие в москве когда собирали всю международную бизнес-тусовку образовательную мне предложил вадим глобов владелец получается синергии классную историю он говорит нам обычно в сухо всем делаем автопати но в сухо автопати не прикольно давай-ка мы сделаем сейчас бои без правил в теме вот мы сейчас гаджиевым делаем автопати и все после бизнес-формы пойдут на бои без правил на модную тусовку и мы там хотим сделать бой выйдешь с антоном бритвой ну который спарта занимается движением не бритва бежит а сейчас и мы вчера снимались с ним для для его youtube канала а у меня про антоху я тебе скинул скинул маленький виджет когда мы от гандапаса побежали он там умирал просто капец он не пообещал он не пообещал пробежать если не марафон да да и мы с ним бегали я его обогнал но для меня бритва но если образовательный самый сильный человек в образовательной как минимум московской тренерской тусовки у него на самом деле техника боя очень приличная там я один губок выиграл и ну это ж не по-пацански с саратовским прошлым о котором я рассказывал вначале вообще договорной бой на тему того что ну давай выйдем там попуткаемся потремся там там ты победишь нет если вы хотите рубиться с бритвой то надо вы хотите рубиться с бритвой но при этом все равно уровень и класс абсолютно раз у меня какая-то база есть а он уже полупрофиль и вот я с мая прошлого года с мая прошлого года каждый день занимался по пять часов каждый божий день я пересел на велосипед отказался от такси отказался от машины все перемещения в москве только на велики час обязательно велики полтора часа тренировка на ударная полтора часа тренировка сколько походил ну где-то на пятнашку на пятнашку и я вот в начале этого года был в лучшей спортивной форме за всю жизнь и так было приятно что мои сверстники в 32 35 говорит ой вот я 18 ой вот я в 24 я сейчас а завтра я буду еще круче чем сейчас несмотря на тестостерон там три года назад и так далее и у антона случается трагедия у него на полгода я в таком режиме превращаюсь в машину для убийства но мы с ним ходим с антоном на марафон я его еще и обгоняю то есть у меня оказывается еще и дыхалка покруче чем у самого великого вождя всех все спарты все я все спарты и вот у него происходит несчастье у него на тренировке у человека отрывается троп и он из-за этого погибает это я понимаю что со всеми пиарскими вот этими вещами журналисты им по барабану трон не трон случай случай не случайно есть возможность кому-то в чем-то обвинить сделать вкусный репортаж и так далее и по антону начинают проезжаться абсолютно безбожно он попадает в страшнейшую мясорубку и в этой мясорубке если еще дополнительно информационном поле антон бритва который убивает там не знаю и еще мочит там не знаю представители золотой молодежи там которые ничего там ничего не могут это длину это очень бы ухудшило и так нехорошее информационное поле поэтому антон вообще без разницы там выиграет он или проиграет у него на репутации это все равно плохо скажется если боя любаза победит антона бритву отомстил за какой ты владелец спарты вообще главный муж когда тебя шананай да опа ну вот шананай да опа в меха вообще-то ананайцы спарту о чем если он меня но вот маленьких обижаешь там все хорошо людей что что за ганнибал такой в итоге ему этот бой становится несмотря на то что мы уже подготовили я полгода к нему готовил затренировался и он срывается и меня тоже после этого срывает и когда вот этот бой отменяется я вот на два месяца ушел в жор потому что впервые за 10 лет я полгода по 5 часов в день просыпался с мыслью разбить бритву и тут эта цель непосредственно ушла но что самое главное два месяца окей стресс прошел и теперь вопрос к тебе очень хочется сохранить тот темп потому что пять часов занятия в день но даже если их будет три но это было лучшее физическое состояние которое было в моей жизни это было классно цели сейчас нету настолько высокая потому что цель побить бритву она мобилизировала очень сильно как сделать так чтобы сейчас без боя с бритвой мне все равно хотелось также сильно заниматься я тебе скажу ты сам отвечаешь на все вопросы которые ты ставишь да у тебя нету цель потому что была цель нужно нужно и поставить вот если ты публично поставишь себе какую-то цель ты во первых ты ну канала реально тяжелую но реально то есть ну ну надо публично потому что если ты публично делаешь это ты защищаешь это у тебя знаешь у тебя подходе а здесь вот ровно наоборот извини пожалуйста что перебил я в любом случае поставлю цель не поставлю цель знаешь сила воли надо обратно скидывать мне в 95 очень комфортно я чувствую себя классно поэтому нету здорово надо сделать вот вопрос ты говоришь что сейчас цель надо озвучивать публично я вот но есть два противоположных выключим камеру без публично публично дорогие друзья вот есть два типа великих гуру которые говорят абсолютно полностью противоположные вещи первые великие гуру как андрей они стран говорят друзья заявите о своей цели публичной тогда вероятность что она срастется будет значительно выше там вас будет подтыкивать сзади в кол ответственности там и так далее вторые говорят не делай не говори ничего пока не свершилось вот когда сделаешь тогда ты об этом скажешь и есть там не знаю британские ученые не британские ученые какие-то короче ученые откуда-то статью статью читал говорят о том почему иногда не срастается если ты о чем-то что-то декларируешь почему это не совершилось мозг автоматически кладет это в папку сделано вякнул уже наполовину сделал и в итоге твое подсознание делает в два раза там меньше усилий ну я цифры с потолка беру в два там в три в десять для того чтобы достичь результата и вот когда я по себе смотрю мне действительно если я о чем-то сказал то мне тяжелее этого достичь чем если я молчу в тряпочку и храню вот эту ответственность перед самим собой в следующем видео мы просто и как диагент я еще камни ко мне в рот наберу и буду бежать десятку и рассказывать скороговоркой про мышление вот мне очень хочется рассказать про свой опыт взаимодействия с государством потому что с одной стороны многие взаимодействия с государством у нас стране хает очень сильно но при этом там сейчас больше всего денег и шикарная возможность под но брать самые разные источники для своего бизнеса как минимум это не было бы возможно если бы не было определенного мышления есть определенные нюансы как вот забирать сегодня деньги оттуда можно и мне очень хочется рассказать про современные фишки в маркетинге прям вот клёвые которые мы научились делать мы научились делать как выводить видео на первую строчку по поисковому запросу в гугле не вкладывая в это ни копейки из этом тема вот примеру если вы наберете лучший бизнес тренеров google и лучше бизнес тренера в яндексе вы увидите в яндексе в разделе по видео три первое видео про меня если вы наберете лучше бизнес тренера в google вы увидите даже не видео в самом поиске первое видео флагманского спикера непосредственно нашей компании мы туда не вложили ни копейки та первая вещь которую мы умеем делать мы Мы придумали как стартапы увеличивать в 5 раз, в 5 раз увеличивать оборотку, открывать новые продукты, не вложить ни в копейки, гарантировать 100% рентабельность новых проектов по определенным формулам. Научились гарантировать историю, когда ты запускаешь новый продукт, новый рынок, ты не просто влез в нишу, ты создаешь нишу. Как заранее просчитать на старте, не имея ни кейсов, ни опыта, попрет или не попрет, отказавшись от изначально большинства убыточных проектов и не имея статистики предсказывать, будет полететь или не полетит. Научились вот эту историю делать. С удовольствием расскажу про эти фишки, но это все тлен, дорогие друзья. Тебе придется в это время бежать и пытаться разговаривать с одного. Десятый. А микрофон будет? Конечно. То есть с микрофончиком бежать? Договорились. Вот это вот шикарное. Будет где-то вот этот ахерик в кармане, ты будешь с ним бежать. В костюме. Да не, не в костюме, в трусах. Не надо в костюме. Вот эти вот мы темы закрыли, бег в кирзовых сапогах, это застала советская армия. Надо бегать в кроссовках, удобно. Договорились. В удобных кроссовках и в трусах, и в маленьких. Что ж, дорогие друзья, самое главное это десятка. Вот она ответственность, давайте посмотрим, насколько у тебя месяц, июнь у нас впереди. Подписывайтесь на канал Бегущий Банкир, нажимайте на колокольчик, получайте видео первыми, и у вас будет все классно. До встречи, дорогие друзья. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok